Сейчас посмотрела все-все ваши комментарии насчет моей свекрови и хотела вас поблагодарить. Всем огромное спасибо, кто написал различные-различные советы. Она ходила к дерматологу, и поэтому дерматолог ей там все писал, все рассказал. Я думаю, что это серьезный врач. Когда поеду к ней, попрошу показать, что она будет использовать. Что касается, что назначили Владу, тоже еще раз все покажу и расскажу. И я хотела поблагодарить. Вы, самое главное, не беспокойтесь, потому что во Франции есть тоже профессиональные врачи. Но всем огромное-преогромное спасибо, что, как касается кухни, я обещала, как только мы к ней поедем, я обязательно кухню покажу. И сегодня я хотела вам рассказать, что у нас в Телеграм-канале очень много интересного контента. Сегодня мне задали вопрос, например, про синдром раздраженного кишечника. Можно ли при синдроме раздраженного кишечника употреблять кукурузу? И в каком виде ее можно употреблять? Вообще много задается вопросов, потому что сейчас вот я изучала эту тему очень-очень глубоко и продолжаю изучать, что вызывает проблемы с кишечником у людей. Почему? Ну, потому что у меня клиенты во Франции, и у многих проблемы с кишечником, почти у 88% какие-то неудобства, вздутие живота или одно, или другое. Я не буду уточнять, что, и поэтому мне пришлось изучать эту тему, потому что я не могу разрабатывать просто планы питания, даже с советом французских врачей. А французские врачи с синдромом раздраженного кишечника считают, что это все в голове. На самом деле это не совсем так. И если когда людям не убираешь, а просто даже сокращаешь дозы продуктов, которые у них вызывают вздутие, из-за того, что там углеводы с короткой цепочкой, сахара с короткой цепочкой можно так назвать, но это другая тема, не для этого канала, то им становится легче. Поэтому, кому интересна эта тема, переходите на телеграм-канал, там проходит голосование за один или за другой продукт, и будет очень-очень много полезной информации. Показываю, что у нас сегодня на обед. Вот такая красота. У нас мясо с чесночком, это говядина. Затем домашнее пюре с оливковым маслом. И также я добавила подкопченый чеснок, это очень вкусно. И у нас салатик зеленый со свежей капустой и сыр с плесенью, с базиликом и с проростками. Плюс мы добавили ореховое масло. Французы еще добавляют грецкий орех, но мы не стали добавлять, потому что у нас сыр. И получилась вот такая замечательная тарелочка. Это у нас белок, затем это у нас углеводы, клетчатки очень много и полезные жиры. На десерт будут фрукты. Всем приятного аппетита! И показываю наш десерт. У нас сегодня мороженое из кокосового йогурта. Я уже показывала, как я делаю из миндального йогурта. Точно так же из кокосового. Просто замораживаю чуть-чуть йогурт. Затем орехи чуть-чуть совсем и кусочки папайи. Очень вкусно и полезно. И здесь у нас кофе. И я в капучинаторе взбила миндальное молоко. Так что все вкусно и полезно. Вот так мы питаемся и сохраняем вес. Мы уже с Александром соскучились по морю. Мечтаем снова в Баркарес. Александр говорит, поедем погуляем в Сен-Шаман. А так как все французы в августе на каникулах, то здесь только лодочек припарковано. Яхты, лодки. Красота. Вообще у нас казарма вся пустая. Жандармы взяли отпуск. Но они там по очереди берут. Мы тоже обычно брали отпуск. В начале августа. В этом году нам приказали весь август работать. Так что мы сейчас с Александром прогуляемся. Вспомним Баркарес. А на пляже сегодня народу. Сегодня среда. Или туристы. Жопансно. Мы сижули. Загорались с ними. Очень много народу. Все, мы на наших любимых камушках. Так здесь классно. Прохладно. Пог�ал. Прохладно. Прохладно. Продолжение следует... 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 нас замечательно все не переживайте моих дорогие холодильник небольшой шоколадки храню потому что такая жара попробовала хранить они все растаяли поэтому приходится хранить в холодильнике вы правы иногда бывает налет на шоколадках белых но это совершенно не страшно у меня на канале было видео про этот налет он совершенно не опасен ну кому неприятно то конечно не храните в холодильнике но у нас невозможно в провансе поэтому как-то так а вот так что холодильник у меня уже не сильно забит все что надо то есть поедем к мяснику еще съездим потому что сегодня я купила только рыбку и мясо на один раз люди 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 всем доброе предоброе утро из прованса я сегодня завтракаю одна александр вернулся с ночной ушел пол первого и вернулся ровно в семь утра поэтому он еще отдыхает мужа и сына буду кормить позже а я люблю встать сделать себе завтрак походить выпить коллагенчик сделать зарядку свою любимую я показывала какую зарядку я делаю дыхательную на руки и потом позавтракать да у меня всего несколько упражнений но они очень эффективны и конечно же упражнения для лимфодренажа чтобы оставаться здесь день в хорошем настроении полные сил и энергии что мне сегодня на завтрак у меня мои любимые тосты это гречневые тосты без соли без сахара затем мягкий сыр четырех процентный cotton cheese и у меня форель кстати про молочные продукты там пошел спор когда я выставила рецепт сообществе девочки молочные продукты вы можете брать любые в зависимости от того какая у вас цель если вы хотите поддерживать вес или набрать вес берите более жирные если хотите сбросить вес и использовать молочные продукты не как добавка кальций а как добавка белка тогда лучше не сильно жирные а в них можно добавить орехи например и кальций точно также усвоится затем проросточки обязательно богатые белочком альфа альфа у меня форель любимая 111 калорий на 100 грамм много омега-3 и базилик затем у меня здесь йогурт натуральный не помню сколько процентов 4 процента жирности он без лактозы и что касается лактозы я чередую я и беру йогурт и лактозный и без лактозный и у меня полное чередование можно так сказать ротационное меню чтобы организм не привыкал но в рационе должно быть все и глютен и без глютеновые дни и лактоза и без лактозные дни чтобы организм отдыхал это мое основное правило чередование любимая голубика кусочек моего замечательного кекса и чашечка кофе вот такой завтрак пишите в комментариях что у вас сегодня было на завтрак мне будет очень приятно посмотреть вы любите соленый сладкий завтрак добавляете ли белки в завтрак будет все интересно почитать я люблю питание поэтому для меня эта тема интересная ну а я завтракать да еще забыла ответить на вопрос ягоды это углеводы или клетчатка ягоды это два в одном это углеводы и клетчатка в ягодах больше клетчатки чем во фруктах во фруктах больше все-таки углеводов чем клетчатки и поэтому ягоды это просто супер когда вы сбрасываете вес ягоды можно добавлять при каждом приеме пищи ягоды это самый лучший подсластитель и десерт и если фрукты не рекомендуют на ужин то ягоды можно попробовать если вес будет хорошо снизиться значит ягоды вы можете 100 150 грамм добавлять и на ужин я люблю голубику в голубике меньше всего сахара и я забыла сказать что я еще в свой йогурт чтобы добавить клетчатки растворимой добавляю любимый псиллиум это очень-очень вкусно и полезно такие две небольшие наверное здесь где-то полторы чая я добавляю две вот такие маленькие ложечки ох у нас сегодня мистраль небо голубое голубое но мистраль всю ночь был мистраль вся скатерть сегодня даже обедать не смогли потому что очень-очень на на террасе я имею ввиду потому что очень сильный ветер сейчас заезжала свекровь я ее напоила чаем ей так понравились вот эти пряники которые мне высылала подписчица она сказала ой какие вкусные но они по-настоящему вкусные потому что они упакованы и они такие мягкие а вот александру очень нравится со вкусом ванили вот понравились и те и другие и даниэль попробовала она уже много русских пряников пробовала сказала что вот эти самые самые вкусные а здесь даниэль как всегда без подарков не может для владислава привезла коробку испанских сладостей она знает что владислав он не все любит он любит вот вот эти самые простые как они называются не помню как напишите в комментариях как эти сладости что-то между туроном и халвой кто-то их любит кто-то не любит они с различными с различными начинками как халва с лимоном затем с миндалем халва с кокосом сейчас их делают и с сахаром и без сахара мы в испании покупаем я равнодушно мне не нравится вкус а александр некоторые любит некоторые не любит но он привык он с детства есть а вот владислав любит вот эти вот сам и с лимончиком с лимоном он любит тоже а вот сейчас вам сразу же покажу препараты которые назначили владиславу и что хотел сказать ой я расстроилась даниэль не подошли тапочки которые ей выслали такие красивые тапочки но 39 размер а у нее оказывается 41 или даже 42 41 42 поэтому тапочки остаются длине зимние тапочки а вот мне они тоже очень понравились но все-таки это было для даниэль и я хотела чтобы даниэль их носила зимой ну ладно будет мне давно не заполняла свой финансовый блокнот сейчас все заполню заполню за июль и заполню все с отпуска вы мне спрашивали сколько вы потратили в отпуске я думаю что это лично потому что в отпуске каждый тратит сколько есть возможности так как мы жили у себя и в принципе конечно больше выходили чем дома дольше больше покупали больше продуктов покупали а вот теперь все сейчас подобьем все кармашечки все видео про финансовый блокнот есть на канале экономная сибирячка во франции сейчас меняется сказали будет за газ другая цена за воду наверное будет другая цена в это может быть будет когда может быть в сентябре еще что-то они объявляли да что будет повышение но поживем увидим потом я вам все по-честному расскажу показываю препарат который назначили владиславу это вот цинк смотрите по две таблетки вечером цинка и здесь написано сейчас я вам покажу здесь 15 миллиграмм значит где-то 30 миллиграмм и этот препарат когда у подростков вот именно высыпания всякие ничего здесь нету только цинк гликонацинк вот такой надо мне посмотреть по фактуре сколько это стоит сейчас я уже не помню второй препарат он такой более серьезный его нельзя принимать когда солнце его можно принимать только и в зимнее время и он там что-то под вид антибиотика я не знаю будем мы его принимать или нет это в крайнем случае если цинк не поможет так что показала вам вот у кого подростки детки ну я думаю что вы тоже используете цинк многие написали про дегтярная кажется мыло она называется черное такое у нас сибири было и все тоже говори ох она вонючая конечно но все говорили что она работает просто супер здесь у нас его нет и днем с огнем его не свищешь поэтому ну и французские детки купим такое мыло они наверно откажутся а вот поэтому спасибо всем вам за комментарии за советы огромное и огромное спасибо я даже получила письма в личную почту для даниэль тоже там и гомоапатию ей посоветовали она кстати принимает очень много и она очень любит гомоапатию поэтому потом вам все расскажу да вспомнила вы меня спрашивали лена а что французам назначает при расширении вен какой препарат я думаю тот же препарат что и у вас потому что мне моя подруга говорила что тоже использует в москве этот препарат диасмин диасмин правильно он называется и вот французам тоже его рекомендуют как я узнала я взяла коробочку у даниэль она принимала этот препарат но и также можно принимать что-то растительное очень часто французы принимает на базе листьев красного винограда препарат и вот этот вот выписывают очень очень часто при расширении вверх вен вот здесь написано еще при гомерои так что я я думаю что у вас есть может быть сейчас его уже у вас не продают принципе это наверно французский препарат до французский препарат но раньше я сто процентов знала что продают напишите в комментариях сейчас вы его можете купить или нет и совсем я вам забыла показать ужин готовила ужин хотела снять и представляете забыла что у меня сегодня на ужин то есть у нас нас на ужин идейка соусе карри с кокосовыми сливками и паста лапша конжаки очень очень вкусно когда ее готовишь в кокосовых сливках сливках со специями и конечно же зеленый салат клетчатка что у нас здесь огурец андив можно вместо андива капусту морковь черный кунжу черный тмин немножко оливкового масла но немножко потому что кокосовые сливки уже достаточно жирные и вот такая замечательная тарелочка легкий белок конжак это у нас клетчатка и плюсом еще свежая клетчатка и немного жиров в виде соуса нам приятного аппетита так что это у меня здесь а вы не спрашивали капучинатор какой марки надо посмотреть на коробке добавляю немного кипяточка это 50 миллилитров и сверху для сладости корицы это очень обязательно попробуйте самый лучший десерт на ночь спится просто супер вот такой у меня рацион получился всем всего самого-самого доброго кипяточка